90 азбестовских парней пойдут служить вооруженные силы России. В военном комиссариате Азбеста состоялось первое этой весной заседание призывной комиссии. Призыв 2020 года проходит в условиях мер защиты от заражения коронавирусной инфекцией. В военном комиссариате были подготовлены все дезинфицирующие средства, измерялась температура. 18 мая на призывную комиссию были приглашены 7 призывников. У нас сегодня на призыв идет 7 человек, а вообще необходимо нашим военным комиссариатам города Азбест Свердловской области весенний призыв отправить 90 человек с города Азбест. Серьезная цифра, с поселка Ревкинский необходимо отправить 18 человек, с поселка Малышева 16 человек. Те задачи, которые перед нами стоят, они вполне выполнимы. Я думаю, что наши парни достойно будут служить в вооруженных силах. Те, кто бы побывал уже на призывных комиссии или у меня на беседе, они изъявили желание. Два человека берут академический отпуск из политехникума и тоже собираются во время учебы сначала отслужить в армии, потом продолжить учебу. Большинство призывников отправятся служить в Центральный военный округ. Есть информация по родам войск и по округам. Подавляющее большинство, это 60% будут служить в Центральном военном округе. Часть призывников, 25% пойдет на Восточный военный округ и в Западный военный округ оставшийся. В этом году мы не отправляем ни одного призывника в Южный округ. По родам и видам войск, значит, сухопутные войска будут тоже подавляющее большинство. Это больше 50% войска национальной гвардии. Очень много, около 35%. Не отправляем нынче в железнодорожные войска и иные войска. Пользуются популярностью среди призывников популярностью инженерные войска и войска военно-космических сил. То есть, в принципе, вот как бы новое для нас. Куда хотел бы пойти, при опросе отвечают вот туда и туда. Со словами пожеланий к призывникам обратилась глава города Наталья Тихонова. В частности, она сказала, что город будет ждать ребят с военной службы. Хочу вам пожелать терпения. Это непростое решение, как правило, сопряжено с важным, да, очень важным моментом. Это стойкости. Ну и главное, помните, что мы вас очень ждем. Что мы очень надеемся, что все у вас будет благополучно. И дальше важные жизненные решения вы будете принимать до ближайшей. Поэтому добрый путь, ребята. Мы вас очень ждем. Юрий Чиликин, Максим Петисов. Новости АТВ.